Дня Ульяновская область перешла на режим повышенной самоизоляции. Соответствующий указ подписал Сергей Морозов. Дополнительные меры по недопущению распространения инфекции будут действовать по 5 апреля. Уважаемые земляки, речь идет о жизни и здоровье людей. Мы не только не намерены ослаблять меры изоляции, но еще раз повторяю, будем вводить дополнительные меры, позволяющие ограничить массовое скопление людей. В частности, планируем сократить движение общественного транспорта в дневные часы. Понимаю, что по долгу службы многие должны добираться до работы, поэтому транспорт в часы пик и утром, и вечером будет ходить в нормальном режиме, чтобы не допустить скучности на остановках и в самих салонах машин. Но в дневное время люди должны полностью ограничить свое передвижение. Магазин только у дома, аптека в шаговой доступности, транспорт только в исключительных случаях. Расстояние между людьми не менее полутора, а лучше двух метров. Для обеспечения такого расстояния у КАЗ и банкоматов будет нанесена специальная разметка. За порядком помогут следить дружинники. Специальные группы уже прошли соответствующий инструктаж. Кстати, для тех, кому не хватает слов об ответственности перед собой и другими людьми, планируется ввести штрафы. За нарушение карантинных мер обычные граждане при первом случае заплатят от 15 тысяч до 40, при повторном от 150 до 300 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц за первый раз от 50 до 150 тысяч рублей, при повторном до полумиллиона. Я считаю, это правильная мера для тех, кто сейчас думает о собственных удовольствиях или о собственной выгоде. С 28 числа кафе и рестораны работают только на доставку и вынос еды. С сегодняшнего дня работу прекратили торговые центры. В них открыты только магазины с продуктовыми питания и товарами первой необходимости. Аптеки. Работают магазины, продающие необходимые товары для детей, бытовые приборы, электротовары, зоомагазины, по возможности перекрывая секции с товарами не первой необходимости. Закрыты салоны красоты, спа и массажные салоны. Они также могут работать на доставку услуги. Все магазины одежды, косметики и других товаров, не продающие товары первой необходимости, могут работать только на доставку. Полностью запрещена уличная торговля. Автосервисы, стоматология, медицинские сервисы, клиники для животных работают на оказание только экстренной помощи. Гостиницы продолжают работать, но рестораны в них только на доставку еды в номерах. Санатории не принимают новых клиентов, но обслуживают уже заселившихся. Я попрошу четко соблюдать норму указа. Друзья, у вас остается много вопросов по одноразовым маскам. Хочу пояснить. В связи с карантинной неделей, в первую очередь, они выдаются тем, кто постоянно контактирует с большим количеством людей. В конце прошлой недели в Ульяновской фармации из Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пришло 150 тысяч штук. Прядка 60 тысяч были распределены сотрудникам органов правопорядка, работникам общественного транспорта, продавцам работающих магазинов. Остальные начали поступать в аптеки фармации. Многоразовые дединичные маски, например, фирмы «Русь», ежедневно поступают в фирменные розничные магазины. Завоз масок осуществляется с 9 до 11 утра. С 28 марта в магазинах введено ограничение по продаже не более 5 масок в одни руки. Сейчас мы решаем вопрос о продаже этих изделий в сетевых продуктовых магазинах. Ну, например, «Гулливер», «Магнит», «Пятерочка». Напоминаю, что медицинская маска нужна в первую очередь заболевшим людям, чтобы не заражать других. Здоровому человеку маску требуется только, если он контактирует с больным человеком, а также в местах массового скопления людей. Это было ежедневное обращение губернатора Ульяновской области к жителям региона. Как сказал Сергей Морозов, по последним данным у нас по-прежнему один человек, у которого лабораторно подтвержден диагноз коронавирус. Молодой человек лечится в детской областной инфекционной больнице.